Изначально мэтр умер великий режиссер Марк Захаров Культура изначально мэтр Умер великий режиссер Марк Захаров 21-10-28 сентября 2019 года Обновлено 21-21-28 сентября 2019 года РИА Новости Владимир Вяткин Марк Захаров РИА Новости Владимир Вяткин Москва 28-7 РИА Новости Егор Беликов На 86-м году жизни от нас ушел Марк Анатольевич Захаров, режиссер театра и кино. Его фильмы в Золотом фонде, его спектакли смотрят в записи. Каким запомнится худру Клинкома в материале РИА Новости. Марк Захаров был режиссером традиционным, зрительским, понятным, и в каждой этой характеристике нет и не может быть никакого уничижения, преуменьшения заслуг. Наоборот, быть понятным куда труднее, чем намудрить. А о зрительской любви мечтает каждый автор. Захаров в первую очередь режиссер театральный, начинал как актер в Перми, ставить стал в середине 50-х. Через студенческий театр МГУ и театр Сатиры пришел к руководству Линкомом, который возглавлял с 1973 года по сегодняшний день. Это в его легендарном Линкоме Андрей Тарковский поставил своего «Гамлета». Единственная театральная работа этого кинорежиссера на родине. Именно там соберется великая труппа из Олега Янковского, Александра Абдулова, Николя Караченцова, Инны Чуриковой, Александра Сбруева и многих других. Янковский вспоминал, что еще молодота Захарова полушутливо называли мэтром. Что ж, таков он изначально мэтр, главный из больших театральных деятелей поколения. Один из десяти. Сцена из спектакля «Разгром» по роману Александра Фадеева. Постановка Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Режиссер-постановщик Марк Захаров. В роли Левинсена заслуженный артист армянской ССР Армен Джигарханян. 1971 год. Рия новости, И. Затин. Рия новости, Рудольф Алфимов. Сцена из спектакля «Темп» 1929 по пьесе Николая Погодина в постановке Московского театра «Сатиры». 1971 год. Режиссер Марк Захаров. Роли исполняют. Руководящее лицо Георгий Менглет. Второй справа. Григорий Гай Роман Ткачук. Третий слева. Софья Татьяна Пельцер. Крайняя справа. Ксения Ивановна Нина Феклисова. Третья справа. Два из десяти. Сцена из спектакля «Темп» 1929 по пьесе Николая Погодина в постановке Московского театра «Сатиры». 1971 год. Режиссер Марк Захаров. Роли исполняют. Руководящее лицо Георгий Менглет. Второй справа. Григорий Гай Роман Ткачук. Третий слева. Софья Татьяна Пельцер. Крайняя справа. Ксения Ивановна Нина Феклисова. Третья справа. Рея новости. Рудольф Алфимов. Рея новости. Владимир Вяткин. Московский театр имени Ленинского комсомола. Сцена из спектакля «Темпо пьесе Григория Гарина» в постановке Марка Захарова. Нелли актриса Инна Чурикова. Тель Уллиншпигель. Артист Николай Караченцов. 1974 год. Три из десяти. Московский театр имени Ленинского комсомола. Сцена из спектакля «Темпо пьесе Григория Гарина» в постановке Марка Захарова. Нелли актриса Инна Чурикова. Тель Уллиншпигель. Артист Николай Караченцов. 1974 год. Рея новости. Владимир Вяткин. Рея новости. Борис Кауфман. Советский и российский режиссер театра и кино, народный артист СССР, руководитель театра Ленком Марк Анатольевич Захаров и советская, российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Михайловна Чурикова на репетиции в Ленкоме. 1975 год. 4 из десяти. Советский и российский режиссер театра и кино, народный артист СССР, руководитель театра «Ленком» Марк Анатольевич Захаров и советская, российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Михайловна Чурикова на репетиции в «Ленкоме». 1975 год. РИА Новости Борис Кауфман РИА Новости Александр Макаров Режиссер театра имени Оленинского комсомола Марк Захаров, драматург Михаил Шатров и артист Олег Янковский, слева направо. 1979 год. 5 из 10. Режиссер театра имени Оленинского комсомола Марк Захаров, драматург Михаил Шатров и артист Олег Янковский, слева направо. 1979 год. РИА Новости Александр Макаров РИА Новости. Хоменко. Главный режиссер театра имени Оленинского консомола Марк Захаров, в центре, беседует с участниками спектакля «Вор по пьесе польского драматурговая» Мысливского. Второй справа актер Евгений Леонов. 1979 год. 6 из 10. Главный режиссер театра имени Оленинского консомола Марк Захаров, в центре, беседует с участниками спектакля «Вор по пьесе польского драматурговая» Мысливского. Второй справа актер Евгений Леонов. 1979 год. РИА Новости. Хоменко. РИА Новости. Виталий Арутюнов. Сцена из спектакля «Звезда и смерть Хаакина Мурьеты» в постановке Московского театра имени Оленинского консомола. Сценическая редакция пьесы «Н». Грушка. Режиссер Марк Захаров. Композитор Алексей Рыбников. В роли Хаакина артист Александр Абдулов. Второй справа. 1985 год. 7 из 10. Сцена из спектакля «Звезда и смерть Хаакина Мурьеты» в постановке Московского театра имени Оленинского консомола. Сценическая редакция пьесы «Н». Грушка. Режиссер Марк Захаров. Композитор Алексей Рыбников. В роли Хаакина артист Александр Абдулов. Второй справа. 1985 год. Реа новости. Виталий Арутюнов. Реа новости. Юрий Абрамочкин. Главный режиссер Московского театра имени Оленинского консомола. Заслуженный деятель искусств РСФСР Марк Захаров и ведущая актриса труппы. Заслуженная артистка РСФСР Елена Шанена в фойе театра. 1985 год. 8 из 10. Главный режиссер Московского театра имени Оленинского консомола. Заслуженный деятель искусств РСФСР Марк Захаров и ведущая актриса труппы. Заслуженная артистка РСФСР Елена Шанена в фойе театра. 1985 год. Реа новости. Юрий Абрамочкин. Реа новости. Владимир Федоренко. Сцена из спектакля «Юнона и Авось» рок-оперы композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского. Режиссер Марк Захаров. Театр Ленком. 1995 год. 9 из 10. Реа новости. Реа новости. Владимир Федоренко. Реа новости. Владимир Вяткин. Сцена из спектакля «Театра имени Оленинского консомола Королевские игры». Режиссер Марк Захаров. В центре актер Леонид Броневой. 1997 год. 10 из 10. Сцена из спектакля «Театра имени Оленинского консомола Королевские игры». Режиссер Марк Захаров. В центре актер Леонид Броневой. 1997 год. Реа новости. Владимир Вяткин. 1 из 10. Сцена из спектакля «Разгром» по роману Александра Фадеева. Постановка Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Режиссер-постановщик Марк Захаров. В роли Левинсена заслуженный артист армянской СССР Армин Джигарханян. 1971 год. Реа новости. И. Затин. 2 из 10. Сцена из спектакля «Темп» 1929 по пьесе Николая Погодина в постановке Московского театра «Сатиры». 1971 год. Режиссер Марк Захаров. Роли исполняют. Руководящее лицо Георгий Менглет. Второй справа. Григорий Гай Роман Ткачук. Третий слева. Софья Татьяна Пельцер. Крайняя справа. Ксения Ивановна Нинафеклисова. Третья справа. Реа новости. Рудольф Алфимов. Три из 10. Московский театр имени Оленинского комсомола. Сцена из спектакля «Тиль» по пьесе Григория Гарина в постановке Марка Захарова. Нелли актриса Инна Чурикова. «Тиль» Уллин Шпигель. Артист Николай Караченцов. 1974 год. Реа новости. Владимир Вяткин. 4 из 10. Советский и российский режиссер театра и кино. Народный артист СССР. Руководитель театра «Линком» Марк Анатольевич Захаров и советская, российская актриса театра и кино. Народная артистка СССР Инна Михайловна Чурикова на репетиции в «Линкоме». 1975 год. Реа новости. Борис Кауфман. 5 из 10. Режиссер театра имени Оленинского комсомола Марк Захаров, драматург Михаил Шатров и артист Олег Янковский. Слева направо. 1979 год. Реа новости. Александр Макаров. 6 из 10. Главный режиссер театра имени Оленинского комсомола Марк Захаров, в центре, беседуя с участниками спектакля «Вор» по пьесе польского драматурговая Мысливского. Второй справа актер Евгений Леонов. 1979 год. Реа новости. Хоминка. 7 из 10. Сцена из спектакля «Звезда и смерть» Хаакина Мурьеты в постановке Московского театра имени Оленинского комсомола. Сценическая редакция пьесы «Н». Грушка. Режиссер Марк Захаров. Композитор Алексей Рыбников. В роли Хаакина артист Александр Абдулов. Второй справа. 1985 год. Реа новости. Виталий Арутюнов. 8 из 10. Главный режиссер Московского театра имени Оленинского комсомола, заслуженный деятель искусств РСФСР Марк Захаров и ведущая актриса труппы, заслуженная артистка РСФСР Елена Шанена в фойе театра. 1985 год. Реа новости. Юрий Абрамочкин. 9 из 10. Сцена из спектакля «Юнона и Авось», рок-оперы композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского. Режиссер Марк Захаров. Театр Ленком. 1995 год. Реа новости. Владимир Федоренко. 10 из 10. Сцена из спектакля «Театра имени Оленинского комсомола Королевские игры». Режиссер Марк Захаров. В центре актер Леонид Броневой. 1997 год. Реа новости. Владимир Вяткин. Но в то же время всесоюзному зрителю он был известен прежде всего, конечно, как режиссер кино. Впрочем, не совсем. Захаровский кинематограф во многом похож на театр. Он так и будет всю жизнь склонять театр к кино, а кино к театру – искать некую форму между тем и этим. И именно телеспектакли рок-опера «Юнона» и «Авося» – телефильмы, которые вполне могли быть воплощены и на сцене «Обыкновенное чудо», тот самый Мюнхгаузен принесут ему славу. Реа новости. Эль. Лупов. Кадр из фильма «Обыкновенное чудо». Марк Анатольевич был литературацентричен, да, Захаров начал в кино с фильма «Стоянка поезда» две минуты по собственному, оригинальному сценарию, но все дальнейшие картины имеют четкую основу для адаптаций, формальное исключение дом, который построил Свифт, и даже в этом фантазийном биопике есть писатель, живущий в одном доме с героями собственных книг. Таким образом, в его картинах объединяются все виды искусства. Излюбленный жанр Захарова – литературный театр. Как говорил Петр Фоменко, режиссер из того же поколения шестидесятников, что и Захаров, осталось не так уж много людей, которые умеют читать на телевидении книгу так, как это делал Марк Захаров. Именно, прочитать книгу, слово за словом, ничего не изменяя в изначальной задумке, но интерпретировав ее полностью по-своему, в этом была его могучая сила как постановщика. Гостелерадио – 1979 кадр из фильма «Тот самый Мюнх Гаузен». Один из двух. Кадр из фильма «Тот самый Мюнх Гаузен». Гостелерадио – 1979. Два из двух. Кадр из фильма «Тот самый Мюнх Гаузен». Гостелерадио – 1979. Легче всего о режиссерском методе Захарова можно судить по его фильму «Тот самый Мюнх Гаузен». Оригинальный сценарий картины с персонажами и историями Распена писал Григорий Гарин. У героя Олега Янковского, великого артиста, фактически выращенного Захаровым, изумительно волгуна, что ни день, то подвиг. Но он не простой выдумщик, его рассказы, пусть даже самые завиральные, неизменно находят подтверждение в реальности, а якобы действительность оказывается все более и более анекдотичной. Захаров мастерски создавал у зрителя ощущение подложного мира и называл этот прием режиссура зигзагов, монтажом экстремальных ситуаций. От абсурдистской мизансцены он без предупреждений переходит к лирической, оттуда к бешеному музыкальному номеру, затем к проникновенному судебному монологу, и так далее. При этом нисколько не утомляя, не переусердствовав. Как говорится в этом же фильме, сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить. Один из трех кадр из фильма «Формула любви» Гастели радио, 1984, Гастели радио, 1984 кадр из фильма «Формула любви». Один из трех кадр из фильма «Формула любви» Гастели радио, 1984, Гастели радио, 1984, Гастели радио, 1984, Гастели радио, 1984, Гастели радио, 1984. Режиссер в этом фильме сам эдакий барон Мюнхгаузен, выдающийся рассказчик историй, обращающий эти истории в правду. Зачем ходят зрители в театр? Удивляться. Хотя лучше ответить так, удивляться правде. Новой. Ее у нас много. И она всегда разная, писал Марк Анатольевич. Баверия фильм. 1988 кадр из фильма «Убить дракона». Один из шести кадр из фильма «Убить дракона». Баверия фильм, 1988, РИА новости, РИА новости. Александра Захарова в роли Эльзы и Олег Янковский в роли дракона в художественном фильме режиссера Марка Захарова «Убить дракона». Два из шести. Александра Захарова в роли Эльзы и Олег Янковский в роли дракона в художественном фильме режиссера Марка Захарова «Убить дракона». РИА новости, РИА новости. РИА новости, РИА новости. Заслуженный артист РСФСР Александр Абдулов в роли Ланселота Артистка Александра Захарова в роли Эльзы на съемках фильма «Убить дракона» Режиссер Марк Захаров 36 Заслуженный артист РСФСР Александр Абдулов в роли Ланселота Артистка Александра Захарова в роли Эльзы на съемках фильма «Убить дракона» Режиссер Марк Захаров РИА Новости, РИА Новости Баверия ФИЛМ 1988 кадр из фильма Убить дракона 4 из 6 кадр из фильма Убить дракона Баверия фильм 1988, Рия Новости Актер Олег Янковский в роли дракона в художественном фильме режиссера Марка Захарова Убить дракона 5 из 6 актер Олег Янковский в роли дракона в художественном фильме режиссера Марка Захарова Убить дракона Рия Новости Баверия фильм 1988 кадр из фильма «Убить дракона». 6 из 6 кадр из фильма «Убить дракона». Баверия фильм 1988 – 1 из 6 кадр из фильма «Убить дракона». Баверия фильм 1988 2 из 6 Александра Захарова в роли Эльзы и Олег Янковский в роли дракона в художественном фильме режиссера Марка Захарова «Убить дракона». РИА Новости, РИА Новости 36. Заслуженный артист РСФСР Александр Абдулов в роли Ланселота, артистка Александра Захарова в роли Эльзы на съемках фильма «Убить дракона», режиссер Марк Захаров. РИА Новости, РИА Новости. 46. Кадр из фильма «Убить дракона». 1988. Пять и со шести актер Олег Янковский в роли дракона в художественном фильме режиссера Марка Захарова «Убить дракона». РИА Новости. 46. Кадр из фильма «Убить дракона». 1988. О многообразии правды и единственности подлинной истины Захаров снимал немало. Последний его полнометражный фильм «Убить дракона», наверное, самый жесткий и радикальный, мрачный, даже депрессивный. Спектакль по той же пьесе Шварца «Дракон», кстати, запрещенный при Сталине, Марк Анатольевич поставил еще в 1963 году в студенческом театре МГУ, а фильм вышел через 35 лет. Очевидно, эта тема занимала его всю жизнь. Миф о победе Ланцелота над драконом трансформируется в вечную борьбу человека за собственную свободу. Один из четырех. Александр Збруев в роли Гаева. Леонид Броневой в роли Фирса и Александра Захарова в роли Раневской. Слева направо. Во время генеральной репетиции спектакля «Вишневый сад» в театре Ленком. РИА Новости. Сергей Пятаков. РИА Новости. Галина Кмит. Народный артист СССР Олег Янковский в роли императора Петра Великого и народная артистка России Александра Захарова в роли императрицы Екатерины I на премьерном показе спектакля «Шутбалакирев» по пьесе российского драматурга Григория Гарина на сцене театра Ленком. Два из четырех. РИА Новости. Галина Кмит. РИА Новости. Галина Кмит. Режиссер Марк Захаров. В центре. С актерами театра Ленком после окончания премьерного показа спектакля «Шутбалакирев» по пьесе Григория Гарина. Три из четырех. Режиссер Марк Захаров. В центре. С актерами театра Ленком после окончания премьерного показа спектакля «Шутбалакирев» по пьесе Григория Гарина. РИА Новости. Галина Кмит. РИА Новости. Екатерина Чеснокова. Артист Иван Агапов в роли Чекильдейва и артиста Александр Балуев. Справа, в роли Дымовой в сцене из спектакля «Небесные странники» в постановке Марка Захарова на сцене театра «Ленком». 4 из 4. Артист Иван Агапов в роли Чекильдейва и артист Александр Балуев. Справа, в роли Дымовой в сцене из спектакля «Небесные странники» в постановке Марка Захарова на сцене театра «Ленком». РИА Новости. Екатерина Чеснокова. 1 из 4. Александр Збруев в роли Гаева. Леонид Броневой в роли Фирса и Александра Захарова в роли Раневской. Слева направо, во время генеральной репетиции спектакля «Вишневый сад» в театре «Ленком». РИА Новости. Сергей Пятаков. 2 из 4. Народный артист СССР Олег Янковский в роли императора Петра Великого и народная артистка России Александра Захарова в роли императрицы Екатерины Первой на премьерном показе спектакля «Шут Балакирев» по пьесе российского драматурга Григория Гарина на сцене театра «Ленком». РИА Новости. Галина Кмит. 3 из 4. Режиссер Марк Захаров. В центре. С актерами театра «Ленком» после окончания премьерного показа спектакля «Шут Балакирев» по пьесе Григория Гарина. РИА Новости. Галина Кмит. 4 из 4. Артист Иван Агапов в роли Чекильдеева и артист Александр Балуев. Справа, в роли Дымова в сцене из спектакля «Небесные странники» в постановке Марка Захарова на сцене театра «Ленком». 13.07. Культура «Обыкновенное чудо» Марка Захарова. Культура «Обыкновенное чудо» Марка Захарова.